Привет, ребята, вы на канале Digital Shaman, меня зовут Иван. Сегодня у нас 24-70 Sigma, версия ART, и здесь это линза для Nikon. Проблема с апертурой. Электронная апертура начала гуглющись, и, соответственно, создавать проблемы при работе. Данный объектив работает через FTC-Z, переходник с беззеркалками, и имеет, в общем-то, проблему, связанную с закрыванием апертуры. Что касается плавного закрывания, все в порядке. Что касается резкого закрывания, периодически появляется ошибка, и, в общем-то, эта ошибка, скорее всего, кроется в самом шлейфе, скорее всего, апертуры. Я пока что прогоняю, смотрю, что из себя представляет эта проблема. Может быть, есть очевидные заклинивания, но пока их не вижу. Начнем замер. В первую очередь мы ставим значение 24. Итак, запускаем вот таким образом, и пробегаем в закрытом нам максимум диафрагму, и, как можем видеть, отрабатывает полностью. Сейчас поставим сюда индикатор, по которому будем определять. Закрывается равномерно. Попытаемся побыстрее сделать то же самое. Проблем нет. Теперь делаем фокусировку. Проблем тоже нет. Давайте двигаемся дальше, посмотрим, что у нас будет при трансфокации. Итак, это у нас 70 мм. Смотрим. Вроде как отрабатывает без проблем. Я даже пытаюсь сделать так, чтобы он максимально изменил свое значение, но пока что я не вижу этого. Сделаем сейчас трансфокацию. И в процессе трансфокации будем нажимать кнопку, смотрим, что у нас получится. Так, у нас ушла резкость, размер при этом не поменялся. Все остается по-прежнему. Здесь имеется белый налет и очень сильно растянутая резинка. Под резинкой я вижу следы масла. При этом резинка прокручивается на своем месте. Это надо все снять и закинуть, отмачиваться в ацетон. Подключили аппарат к док-станции и вот что мы видим. Нужна новая прошивка. Давайте посмотрим, что у него по прошивке. Версия 1.0.1. И вот она радость. Смотрите, исправление ошибки, которая вызвана с переходником как раз FTZ, который мы видим, что есть ошибка. И переэкспонирование кадров при заживании диафрагмы от 5.6. Соответственно, есть вероятность, что проблема скроется тут исключительно только в прошивке. Ну что же, давайте обновим это дело. И пока обновляется все это дело, ждем по итогу. По итогу у нас обновилось все. И в общем-то вот мы сошли в программное обеспечение данного аппарата. И все. Ну и теперь после того, как я обновил прошивку, я смотрю, все так же работает у нас диафрагма. Пытаюсь сейчас сфокусироваться. Как можем видеть, отрабатывать без проблем. Все так же. И делаем транспокацию на 70. Точнее это 24. Все так же без проблем. При резких движениях он каждый раз приземляется в одни и те же точки. И еще кое-что сейчас сделаем. Закроем на дистанцию 5.6. 5.6 на 70 мм. Теперь 24 мм. Тоже 5.6. Патрабатывает одинаково. И возвращается так же одинаково. Сейчас будем наблюдать. Сделав больше 100 различных переходов, и все равно остается он на заданных позициях. Все правильно работает. Продолжение следует... Так, ну это 70 мм. И здесь можно смотреть... Вот он, центр. Центр находится в резкости. Терпера я. Левый верхний. Левый верхний. Правый верхний. Правый нижний. Левый нижний. А это у нас 24 мм. Это у нас центр. Это левый верхний угол. Это правый верхний угол. Это правый нижний угол. Это левый нижний угол. А это все поле разом. И когда мы рассматриваем углы, получается рассматриваем мы области, которые находятся в самом-самом-самом углу. Вот эти области. Они максимально удалены, и тут уже появляется искривление на линзах. Это широкий угол. Итоги по объективу. Объектив исправен, шлейф здесь не надо менять. И этот шлейф можно, в принципе, оставить в качестве оплаты частичной за ремонт этого объектива. Или все-таки отправить его вместе с этим объективом владельцу, потому что этот шлейф иногда ломается. И для оперативной работы будет очень кстати иметь качественный, надежный шлейф от правильного поставщика. Что касается резинки. Я резинку усадил, и она еще пока не полностью села. Мы видим, что торчит вот здесь. Но через сутки она усядется полностью. Сейчас белый налет я убрал при помощи моющего средства. Поля проверил. Имеются некоторые искажения по краям, но это для этого объектива норма. Это все-таки Sigma. И в ней немножко по-другому устроена оптическая система. И что можно еще добавить? Да все, объектив готов к работе. И в принципе этот косяк, который мы имели на этом объективе, он нигде больше не повторился. А прошивка, в которой прямо фигурирует эта проблема, она в общем-то исправила эту проблему. И дальше уже только в результате эксплуатации в будущем нужно будет, конечно, это все менять. Вот этот шлейф, когда он сломается. Но опять же это явление в этом объективе крайне редкое. Это не как, например, на Canon 2470 первой или второй версии. На этом у меня все. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Всем пока. Что стоит добавить? Здесь почему-то нет вот этой вот металлической пластинки, которая закрывает вот эту часть. И это очень плохо, потому что открытые контакты могут просто туда грязь, может попадать. И в общем-то давайте закроем это дело. Итак, закрыл медным экраном, резинку устанавливаю на место. Через сутки она встанет сюда, как вылетаем. Сводим видео и публикуем.